Добрый уже вечер, уважаемые коллеги. Спасибо за предоставленное слово. Сегодня я вкратце расскажу про аддитивные технологии, про 3D-печать и биопечать. Значит, этот слайд вы сегодня уже видели. Моя часть – это аддитивные технологии. Это один из тех элементов, который активно развивается в рамках научно-производственного центра медицинских изделий. Вкратце про технологию. Что такое вообще аддитивные технологии? Я думаю, многие из вас уже слышали. Это технология добавления материала. Конкретно у нас реализована технология селективного лазерного сплавления, то есть изготовления изделий из порошкового сырья на подложке. Сырье, соответственно, металлическое, как и подложка. Они изготовлены из одного и того же сырья. Порошок сплавляется послойно, двухлазерной оптической системой. И, соответственно, слой за слоем выращивается изделие. Если говорить в целом о технологической цепочке, то у нас на сегодняшний день реализован полный цикл от проведения входного контроля, который заключается в исследовании технологических и физических свойств самого порошкового сырья, такие как текучесть, насыпная плотность. Эти свойства оказывают значительное влияние на формирование порошкового слоя. Так и все этапы постобработки, начиная от термообработки, которая снимает остаточное напряжение, заканчивая стерилизацией, нанесением покрытия, о чем поговорим чуть позже. В целом же, что мы делаем и зачем? Наш центр направлен на изготовление медицинских изделий, а конкретно имплантатов различных, начиная от челюстно-лицевых, заканчивая до других элементов костного каркаса человека, таких как суставные элементы и так далее, функциональные. В целом, мы реализуем различные технологии, в том числе одной из особенностей технологии и селективного лазерного сплавления является реализация ячеистой структуры, высокопористой, то есть той структуры, в которую возможно прорастание кости человека. Это есть одной очень важной особенностью. И в целом, стратегия нашего центра направлена на персонализированную медицину. Также в рамках реализации всего этого дела уже получено регистрационное удостоверение на программное обеспечение. Это программное обеспечение позволяет по полученному к отеле МРТ-снимку изготовить 3D-модель дефектной области человеческого костного каркаса. На этой 3D-модели изготовить непосредственно модель имплантата тем или иным способом, либо зеркалированием, либо отдельным изготовлением, после чего уже эту модель обработать и отправить на печать. Напомню, регистрационное удостоверение уже получено. На этом слайде приведем пример успешных испытаний наших имплантатов на приматах. То есть было изготовлено два имплантата, один из которых – это часть глазницы, второй – это часть нижней челюсти. Снизу вторая, справа картинка специально сделана в черно-белом виде, потому что там кадры непосредственно с интеграцией имплантата в тело примата. То, что я говорил про наносимые покрытия. Это биоактивное остеотропное покрытие, которое служит для улучшения остеоинтеграции, то есть сращивания костной тканью с титаном. В целом, эта технология в мире не новая. В основном используются материалы на основе кальцифосфатов, то есть те материалы, из которых состоят человеческие кости. Но в нашем случае к кальцифосфату будут подмешиваться материалы системы оксидов кальция, магния и кремния, которые позволяют не просто этим материалам быть похожим на материалы человеческих костей, но и активизировать их рост. Это является технологической особенностью нашего процесса. А сам процесс нанесения – это микродуговое оксидирование. Тоже процесс не новый, уже известный. То есть именно мы здесь реализуем модель добавления новых элементов. Собственно, из всего того, что я сказал, мы получаем наши основные преимущества, такие как шероховатость, высокая пористость и покрытие. То есть что мы в результате имеем? Мы имеем прочное, упругое изделие из титанового сплава, покрытое биоактивным покрытием, которое будет иметь пористую структуру, за счет чего упруглосические характеристики. Раз. Облегченный вес. Два. За счет покрытия высокую остеоинтеграцию, то есть сращиваемость человеческих костей с самими изделиями. И в планах идти дальше. Сейчас развивается проект по биофабрикации, так называемый. Здесь я привел слайд, который описывает участие цифровизации в реализации этого проекта. То есть в каждом из этапов мы используем цифру, начиная с обработки 3D-модели в том программном обеспечении, о котором я уже рассказал, заканчивая непосредственным самим выращиванием. О нем чуть позже. Там используются нейросетевые модели, которые позволяют акустическим полям направить клетки в том направлении, которое нам задано по исходной 3D-модели. Этот слайд приведен для примера из зарубежной статьи. Здесь показано, как благодаря трем акустическим полям из сфероидов можно собрать под цифрой А 3D-модель, под цифрой В, соответственно, результат сборки в один выстрел. Наглядный пример того, как это реализуется, достаточно короткий промежуток времени. А здесь описан общий принцип, что из себя вообще представляет биофабрикация. Сначала производится забор клеток, то есть клеточный материал является аутологическим, то есть взятым непосредственно у пациента, после чего из него выращиваются клеточные сфероиды, которые во много крат превышают размер клетки, потому что клетка порядка 10 микрон, сфероид порядка 200 микрон. Эти сфероиды помещаются в емкость для биофабрикации, и они помещаются в акустические поля. На предыдущем слайде вы их видели три, но их может быть гораздо больше, в зависимости от того, какой сложности ткань нам нужно вырастить. Здесь приведем пример с трубчатого конструкта, который был выращен из сфероидов в течение 8 часов, а дозревание в биореакторе, то есть основательное, скажем так, сращивание этих сфероидов происходит еще в течение на сегодняшний день 3 суток. По итогам мы получаем готовые изделия в виде трубочного конструкта, который в дальнейшем может уже из себя представлять сосуды и так далее. И здесь, дабы размерить немножко обстановку, это результат запроса в нейросеть, что такое биофабрикация. То есть я здесь делаю отсылку и к тому, что нейросети мы использовать планируем в принципе в реализации наших проектов, и то, как на сегодняшний день, до чего дошел прогресс, что нейросеть уже сама понимает, что это и как это выглядит. Спасибо за внимание. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо!